Что же касается целей, то они действительно амбициозны. Они очень амбициозны, но не амбициозные цели не работают. Поэтому я всё-таки стараюсь формулировать амбициозные цели. Но я думаю, что для всех понятно, идея модернизации для России сейчас чрезвычайно необходима. В 90-е годы мы, по сути, занимались осознанием того факта, что мы стали другим государством и просто выживали. Текущее десятилетие почти всё было потрачено на то, чтобы создать стабильное государство. Государство, которое пытается быть эффективным, у которого далеко не всё, конечно, получается. Но это закрепление того, что было. Но нашей целью не может быть фиксация каких-либо результатов. Цель – развитие. Развитие в нынешней жизни может быть только через модернизацию. Модернизацию нашей экономики, которая нас не удовлетворяет. Модернизацию политической системы, которая находится в развитии, но которая тоже ещё далеко не идеальна. Модернизацию социальной жизни. И, может быть, это самое главное. Потому что я там пишу о том, что мы имеем, по сути, такую полусоветскую социальную систему, которая, к сожалению, впитала все недостатки советской системы и все трудности нынешней жизни. И поэтому мы должны заниматься изменением пенсионной системы, даже в период кризиса, хотя это сложно. Мы должны заниматься изменением системы здравоохранения, но делать это по-настоящему, а не ради того, чтобы имитировать какие-то преобразования. Имитации быть не должно. Вот мы застабилизировали определённую ситуацию. Я считаю, что сейчас, может быть, пришла пора и для более решительных шагов. Конечно, они должны делаться аккуратно. Мы не можем подрывать благополучие, мы не можем подрывать экономические устои, не можем создавать трудности для людей. Но в тех границах, в которых мы можем двигаться быстрее, надо двигаться быстрее. Вот в этом основной месседж. Спасибо. Вопрос господина Фена. Уважаемый господин президент. Когда я здесь в Москве, мои землянки в Шанхае несколько раз мне позвонили, что обязательно надо передать привет вам за ваши замечательные инициативы, организовать русскую веку в Китае. Когда мои молодые студенты получили ваше письмо, они до сих пор очень тронуты. Я знаю, что весь китайский народ очень рад видеть, что в образе взаимоотношения и региональной политики, грабанной политики у нас никаких принципиальных вопросов нет. Как вы, как президент, много раз пара черного. Ну, конечно, как вы вчера уже говорили, что мы уже много учились у вас, но еще нам надо побольше учиться друг к другу. Мой вопрос такой же, что как единственная великая страна, Россия не только член Summit GA, но еще член G20 и член ШОС и Брэск. Ну, как вы понимаете, такое же взаимоотношение между такими разными народными организациями и форумами, у которых свои сверберальные функции и вот какой важный урок России будет играть в будущем. Считаете ли, что в прошлом, может быть, у вас будет инициатива, вот состоится такая же конференция, например, G20 в Москве, в Санкт-Петербурге или на Ярославе? Спасибо вам большое. Спасибо. Разобраться в современных форматах очень непросто. Это правда. Я не говорю о ШОС, потому что это все-таки региональная организация, у которой, как я считаю, большое будущее. Во всяком случае, мы сегодня и в этом году имели честь принимать форум ШОС в России. По-моему, все получилось неплохо, все были довольны, в том числе мои товарищи из Китая и председатель КНР. Что же касается других форматов, то вот только что перед поездкой к вам я достаточно подробно разговаривал с своим шерпой о том, что нам делать с этим всем хозяйством, что делать с восьмеркой, двадцаткой, восьмеркой плюс пять государств, аутрич, ну и другие форматы, как нам использовать в будущем. Это, как ни странно, не очень простое дело, потому что нынешняя восьмерка, она, с одной стороны, многие вопросы способна решить, но, с другой стороны, совершенно очевидно, что в условиях экономического кризиса восьмерки мало. При всем уважении к этим восьми государствам, там нет ряда других государств, в том числе такого важного государства, как Китайская Народная Республика, других государств, которые представлены за этим столом. Поэтому я думаю, что в ближайшие годы, конечно, это вопрос, который подлежит обсуждению и будет решаться в Питтсбурге, нам вряд ли удастся уйти от большой двадцатки экономик. Мы не сможем сейчас это искусственно сократить, сказать, знаете, вот мы обо всем договорились, пять свободны. Будем разговаривать, допустим, там в прежнем формате. Конечно, нам придется это делать большой двадцаткой. Но другие форматы тоже имеют право на существование. Я думаю, что мы с коллегами встретимся, обсудим этот вопрос. Вот это то, что я мог бы сказать по поводу форматов, то, что вы у меня спросили. Ну а что касается самой повестки дня, повестки дня Питтсбурга, это на самом деле серьезная повестка. Мне бы хотелось, чтобы мы продвинулись вперед. В чем я вижу это движение? Желательно все-таки уже сейчас переходить от общих рассуждений о том, что кризис для всех опасен, и мы должны предотвращать подобные кризисы в будущем к принятию вполне конкретных решений. Если говорить откровенно, а я для этого сюда и пришел, от вас у меня секретов нет, мне не очень кажется успешным движение к этой цели. Оно замедлилось. Я сейчас не буду никого ругать, потому что, наверное, нужно критически относиться ко всем, в том числе и к самим себе, но пора уже какие-то решения формулировать и принимать. Вот есть один пример, например, по изменению квот в МВФ. Пора уж эти решения принять, при том, что для России это вопрос скорее политический, потому что мы от этого ничего не получаем. Но мне кажется, это важно для того, чтобы мы лучше понимали друг друга, чтобы лучше работали новые механизмы. Мы во всеуслышание сказали о формировании новой финансовой архитектуры. Ну и что, мы продвинулись по этому направлению? Я думаю, что почти не продвинулись. И вроде бы все понимают, что если через 2-3 года случится новый кризис, то мы будем находиться в крайне сложном положении, тем не менее работа идёт медленно. Я не отношу это ни к кому персонально. Я просто предлагаю всем своим коллегам и всем государствам, которые входят в 20-ку, подумать о том, чтобы эта работа пошла более интенсивно. В конечном счёте, смыслом этой работы, я об этом говорил неоднократно, должны быть международные конвенции, новые нормы международного права, а не наши благие пожелания о том, что нужно дружить, что нужно соблюдать внутри страновые макроэкономические пропорции, чтобы потом, если у тебя что-то случилось, не страдали другие государства. Я вчера, кстати, в выступлении на конференции в Ярославле сказал о том, что мы должны внимательно следить, в том числе и за тем, как обстоят внутренние дела в других государствах. Это не означает, что мы должны вмешиваться во внутренние дела. Это было бы неправильно по самым понятным соображениям. Но нам действительно не безразлично, как выглядит сегодня экономика в других странах. 50 лет назад это могло быть безразлично. Для Советского Союза это было почти безразлично. Советский Союз жил абсолютно в танк.